Справедливость все еще не восстановлена. На Владимирской станции скорой помощи прошло очередное заседание. В ходе него требования персонала удовлетворили лишь частично. Медики просили вернуть стимулирующие выплаты за январь, аналогичные предыдущему году. Но от той суммы они получили только 25 и 35 процентов. Общий размер выплат составил около полутора миллионов рублей. Было предложено выплатить за интенсивность за январь месяц врачам по 5 тысяч рублей, среднему медперсоналу по 4 тысячи рублей, водителям вернуть 1 тысячу рублей. Но нам было сказано, что таким образом они, ну именно главный бухгалтер сообщил, что они залезут в резерв в последующих месяцах. То есть фонд оплаты труда никто не увеличил. Они берут как бы со следующих месяцев, чтобы выплатить нам выплаты за январь. Урезанных выплат, предложенных руководством станции, членам профсоюза действия оказалось недостаточно. Медики еще одного объединения соцпров в этом решении коллег поддержали. Исключение составил только профсоюз здравоохранения РФ. Подавляющее большинство сотрудников станции намерено отстаивать полноценные стимулирующие. Мы все-таки стоим на своей позиции, она четкая. Нет никаких юридических оснований не выплатить в полном объеме выплаты на тот уровень, который был в 2022 году. Это наша четкая позиция. Мы не понимаем, что происходит вообще. Если дорожная карта учреждения увеличила, фонд оплаты труда должен был быть увеличен, он почему-то уменьшен. Ранее медиков шокировала информация, что на текущий год фонд оплаты труда урезан на 9 миллионов рублей в сравнении с предыдущим. Об этом врачи профсоюза действия сообщили в соцсетях. Раньше фонд составлял 271 миллион 500 тысяч рублей, а стало 262 миллиона 500 тысяч. При этом в официальных соцсетях станции скорой помощи появился комментарий главврача, который указал, что фонд оплаты труда еще не утвержден и может поменяться. Окончательный взаиморасчет между фондом медицинского страхования и учреждением, определяющий окончательный размер фонда оплаты труда на 2023 год не осуществлен. И, соответственно, план финансово-хозяйственной деятельности станции скорой медицинской помощи города Владимира на 2023 год не согласован. В связи с чем называть промежуточную неутвержденную цифру фонда оплаты труда как окончательную некорректно. И такое заявление запутало сотрудников окончательно. По словам председателя профсоюза действия, на последнем заседании медикам ясно дали понять, что размер фонда оплаты труда был утвержден еще в прошлом месяце. Я не знаю, как можно расценивать комментарий главного врача, могу сказать только от себя, что на этой комиссии, которая проходила, было четко сказано, что фонд оплаты труда сформирован, он утвержден в конце февраля. На комиссии такие цифры по фонду оплаты труда называл ведущий экономист. И он же сказал, что в конце февраля фонд уже был утвержден. В облздраве уже поясняли, что сейчас согласование размера зарплатного фонда проходит завершающую стадию. Якобы в этом году зарплата сотрудников скорой будет даже увеличена. Уже неделю больше никаких комментариев от Минздрава не было. Не исключено, что поднявшийся общественный резонанс поможет медикам добиться справедливости. Анастасия Козлова, 6 канал.